Да, именно после того, как понерфили урон дамаг артиллерии, добавив при этом оглушение, медаль Гора, а именно 10-ти кратный урон относительно ХП артиллерии, стало получить довольно непросто. Но и здесь именно такой бой, бой на 10-ти кратный урон относительно ХП артиллерии, с медалью Гора, бой на мастера, победный бой от моего подписчика Богдана, и в конце боя ждет нас такая изюминка, как медаль, угадайте, медаль Фадина. Тоже одна из редчайших медалек, а суть ее заключается последним снарядиком уничтожить последнего противника в бою. Ну что ж, карта Утес, поехали! Наш герой взял американскую артиллерию 8-го уровня М40-43. На данный момент довольно-таки мощная штука, которая имеет как хороший сплэш, так и хороший дамаг. Итак, что происходит на карте? Давайте ускорим немножко этот режим. Тяжики заезжают все массой наверх, ПТ-шечки занимают все хорошие позиции, ну и самый ключевой момент тот, что в 13-90 забирает маяк. Вот, прекрасно, прекрасно, выстрел практически вошел, вошел в противника. Да, да, Юдису там аж поплохело. У него осталось всего 100 хп. О, и его добирает 90-х с горы. Прекрасно, прекрасный выстрел. Наверное, там около 1000 урона зашло. Вот, ну и что? Идет прицел, идет прицел на центр карты. В надежде подсветить кого? Да, 49-го. Небольшой сплэш, небольшой дамаг. Так, герой посмотрел так возмутительно. Почему так? Где же попадание? Ну и продолжает сюда сводиться. Объект 257. Подставляет свою корму, как нельзя кстати. Так, готов стрелять. И выстрел. И скорее всего вошло. Прям в заднюю часть танка. Моща, я вам скажу, моща. Перезарядка. Контрим его появление. Но тут появляется на центре Акшен Икс, которого тоже можно достать через 5 секунд. Выстрел. Нет, снаряд полетел правее по правому флангу от танка. И скорее всего только сплэшанул его. Тем временем тяжи объехали маяк, заняли центр, 90-к на подсвете, все чудесно. И вот и светятся все танки. Кого выбирает герой? Правильно, двоих. Кидает снаряд, одного добивает, а второго сплэшует. Отдачи пока нет, никто не стреляет, асиста нет. И снова Акшен Икс. Нужно бы его добить, он как раз мешает. Да? Нет. Пантера в свете. Пантера в свете. Пантера уничтожена. Не меняет наш герой позицию. Значит, вражеская арта в два экземпляра не стреляет по трассерам. Ну и что, и прекрасно. А в принципе, ему и менять это опасно. Поскольку по первой линии там слишком близко стоят ПТшки и тяжики. Если он будет переезжать вне кустов, то может быть даже засвет и уничтожение. Ну и пришла очередь британца. И скала забирает весь урон от снаряда. 6-4 тем временем счет. Прекрасно идет окружение противника со всех сторон. 8 пуличек в магазине еще осталось. Боекомплект. В принципе, на 6 на 9 противника. О, 8 противников осталось. 8 патронов, 8 противников. Светится Тортоис. Стрелять по нему сейчас бесполезно. Правильно. А вот и Француз. И снаряд падает ровно возле него. И это прям хорошо. Несмотря на... Да, сплэш и даже дамаг. И даже дамаг влетел. Все, он скорее всего без аптечки. А снизу троечка. Шотная. Можно добивать. На гусли, под оглушением. Выстрел. Нет, она ушла. Она ушла и спряталась за камешком. Так. АТ-15. Тоже бронированная машинка. Ну и тем временем счет уже 7-5. Быстрый напор тяжей прервали Тортоис, артиллерия и французский 50-100. А вот и троечка. И второй цехот. И она уничтожена. Это уже третий фраг. Великолепно. Так, 44-ка. Сзади на прикрытии две немецкие ПТ. Все прекрасно по миникарте происходит. 8-6. Счет. Мы побеждаем по фрагам. Мы побеждаем по ХП. И тут две ПТ-хи в одной точке. Нет, артиллерия вкуснее. Выстрел уничтожено. С одного попадания. Ха-ха. Круто. 10. 7. 4 снаряда. 5 противников. Нет, все-таки решается на француза переключить свое внимание. Будет стрелять. Будет стрелять. И попал. Снова за танк залетел снаряд. Сплэш. Дамаг небольшой. И еще немножечко по ассисту. Так, мелькает. Мелькает противник. Что там? Противник мелькает союзником подсветить. Три пулечки на три противника. Идеально прям идет. Идеально. Ну что ж. 90-к на горе и мог бы он светить. Но почему-то не хочет. Вот. Тортоис. Выстрел в лицо. Снаряд снова падает по правому флангу. Вот. ПТ-шечки. Вот танка. И... Сплэш. Гуслия сбито. Движение невозможно. Тортоис мямлится. Зад вперед. Опять сбили гуслю. Уже он не знает, что там делать. Выстрел с зажатой правой кнопочкой. И... Танк уничтожил совочек. 101-я сушечка. Так. СТРВ. Один патрон. И одна артиллерия. Ну что. Где этот будет снаряд? Где эта медаль фадина? Ну же. Ну же. Ну же. Перемещаемся. Видим. СТРВ. Нет. Не обращает внимания. Понимает, что слишком много союзников хочет этого мяса. И... Замечает трассер. Последний выстрел. Последний снаряд. Последний противник. Делает шот. И добивает. Добивает артиллерию. 5 фрагов. 4500 урона. Прекрасно зашли снаряды по... ЮДИСу. 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 Не ЮДИСу. ЮДИС. По ЮДИСу. Да. По СТшке. По шведской. Хорошо зашел бландик. Хорошо зашел бландик. По объекту 257-му. В корму залетел. Вот это было. Вкуснятина и моща. Ну и 5 фрагов. И... Две уничтоженные артиллерии. И вот эта медалька Фадина. Прекрасный бой. Прям замечательная поддержка своей команды. Единственное, я бы хотел еще посоветовать Богдану кататься после выстрелов. Потому что не знаешь какая артиллерия у противника. Будет ли она трассерить или будет стрелять по засвету. Ну и ему повезло. Две артиллерии противника не стреляли по трассерам. А работали по танкам. Ну и команда же. Девяностик до конца боя жил. В начале боя занял позицию подсвета. И до самого финала продержался там на ура. То есть отличный свет. Это полностью открывает потенциал хорошего артовода. Как в этом бою и произошло. Надеюсь бой вам понравился. Мне так точно. Давно я не видел классных боев на арте. Да и сам давно не играл на артиллерии. Друзья. Если желаете поделиться своими великолепными боями. Присылайте мне реплей в группу вконтакте. По ссылочке в описании под видео. Всем спасибо за внимание. А Богдану спасибо за прекрасный бой. Позитивных вам каточек. И хорошего настроения. До скорых встреч.